Шейх Мухаммад Назим Аль-Хаккани. С разрешения прашейха Султану Аулия Абдуллаха Аль-Фаиз от Дагестани да сохранит Аллах их секреты. От земли к небесам. Беседы на Кипре, в Германии и Швейцарии в период с 1990 по 1993 год. Запись предназначена для свободного распространения. Скачать аудиокниги Мауляны Шейха Назима вы можете на сайте nakshbandi.ru или suferbe.ru Храните свою веру как ключ от рая. Самая важная ответственность для мусульман – хранить и оберегать свою веру, так как она помогает им достичь любой цели в этой жизни и в вечности и достичь истинного счастья. Представьте, что вам дали ключ к огромной сокровищнице, за которой есть еще одна дверь открывающаяся в неизведанную волшебную страну. Люди по ту сторону двери стоят и ждут того, кто первым войдет в нее, чтобы сделать его своим королем. Как вы будете оберегать этот ключ? Так что же тогда можно сказать о нашей вере, которая открывает двери рая, вечную жизнь, делая нас навечно королем, наслаждающимся вечностью и дающая вам истинную жизнь? Как же трепетно должно быть ваше отношение к своей вере? А шайтан стремится отнять это у вас, преследуя вас день и ночь. Один сахаба, сподвижник пророка, пришел к пророку Мухаммаду и пожаловался, «О пророк, когда мы молимся, столько всего приходит на ум, что мне делать?» А пророк ответил, это хороший знак, это от веры, так как шайтан никогда не приходит к неверующим людям без веры. Это знак того, что шайтан смотрит в твое сердце и видит там иман, веру, и хочет украсть ее. Наша первая ответственность – беречь свою веру, так как это дар от Аллаха, и он спросит за тем, как вы распорядились этим даром. Для защиты пророк, саллиллаху алию вассалям, советовал не выпускать детей и подростков на улицу после наступления Магриба вечерней молитвы, так как после захода солнца наступает время, когда выходит шайтан и устремляется за людьми. Всем известно, что всякий плохой поступок зарождается в темноте в ночное время. Как обрести божественную любовь? Очищение. Вы должны все больше узнавать о Боге, познавать Бога, и тогда вы будете действительно любить и уважать Его. А уважение и любовь придаст ценность вашему поклонению, а также всей вашей жизни. Аллах никогда не смотрит на внешние поступки, но смотрит через них, каков уровень уважения и любви к Нему. Уважение делает поступки чистыми, а любовь придает им сладость. Поэтому мы должны дарить больше любви и уважения Аллаху через наши поступки. Мы можем делать это, увеличивая наше знание о Нем. Божественное, небесное знание пришло к пророкам. Саидин Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям имел совершенное уважение и любовь среди пророков. И если бы это знание не пришло к пророкам, нам было бы трудно узнать об Аллахе. Аллах сказал Моисею, «О, Моисей, сделай так, чтобы мои слуги любили меня». И Моисей сказал, «Как мне это сделать, Господь мой?» «О, Моисей, напоминай им о моих благословениях и благах, которые я даровал им. Если кто-то поступит хорошо по отношению к вам, вы будете любить и уважать его». До тех пор, пока вы помните благословение Аллаха по отношению к вам, вы будете все больше уважать и любить его. Каждый носит любовь по отношению к Господу в соответствии со своим уровнем. В Саидине Мухаммаду, саллиллаху алейху ассаляма, было даровано самое большее. Он – возлюбленный. На своих уровнях все пророки были возлюбленными. Знак вашей любви по отношению к Господу – это ваша любовь по отношению к его возлюбленному. Саидине Мухаммаду, саллиллаху алейху ассалям, и ко всем другим пророкам и праведникам. Эта любовь ведет вас к любви Господа. Вы должны начать с первого уровня и совершенствоваться оттуда, а не с верхнего уровня. Первый уровень важен как основа, а затем аулия поведут вас вверх. Знак вашей любви к Господу в том, что она знакомит вас со всеми вся, так что вы начинаете любить все творения Аллаха, никогда уже не испытываете ненависти никому из них. Аллах никогда не испытывает ненависти к своим созданиям. Если бы это было иначе, он погубил бы их и убрал бы их, так как он – Господь, хотя ему не нравятся плохие черты его слуг. До тех пор, пока они у вас присутствуют, вы не сможете найти путь к божественной любви своего Господа. Она не сможет прийти к вам, так как между вами и им – завеса. Цель всех религий, в том числе и ислама – очищение. Когда вы очищены, божественная любовь придет к вам через пророка, саллиллаху алейху саллям. Служение помогает вам в этом. Попробуйте. Эти три священных месяца дают вам возможность избавиться от ваших плохих черт. Ненависть, зависть и многие другие плохие черты мешают божественной любви войти в ваше сердце. Мы должны стараться получить больше знаний об Аллахе, чтобы достичь небесных стоянок и быть благословленными. Да дарует нам Аллах совершенную веру, чтобы мы не просили ничего, кроме того, чтобы лицезреть его совершенный и прекрасный лик. Просите Всевышнего. Аллах предопределил всему сущему свой период, когда Аллах способен вывести все, что угодно для Него из своих нескончаемых океанов мощи, не нуждаясь ни в причинах, ни в инструментах. Если же мы намереваемся делать что-то, нам нужна причина и инструменты, чтобы выполнить намеченное. Но стоит Аллаху пожелать, и это сразу приходит в исполнение. Он наш Господь, и мы должны узнавать больше о себе и о Нем, Создателе, Господе Вселенной. Иногда Его свойства прямо противоположны нашим. Ничто не схоже у слуг и их Господа. Все абсолютно различно. Даже среди нас, людей, мы наблюдаем то же самое. Король никогда не будет таким, как его слуга. Так что же тогда говорить о Господе Небес, Господе Всевосущего? Как кто-то может думать о сходстве между Ним и Его слугами? Люди, которые представляют Аллаха таким, как человек, должны быть глупцами и невеждами. Сейчас все христианство пребывает в такого рода глупости и невежестве. Иисус Христос, алей-иссалям, был слугой Господа, Его послушным слугой. Господь облачил Его быть своим пророком и даровал Ему чудесное бытие. Но это не делает человека самим Богом. В самых мельчайших из Его творений вы можете встретить чудесное. Бытие мельчайшей частицы, массы, атома – это чудо. И люди бездумно полагают, что бытие Иисуса Христа без Отца – это чудо. А как насчет бытия атомов? Никто не сможет сосчитать атомы в существующем мире. Никто даже не сможет сосчитать их в одной капле воды. Они говорят «Он Господь», так как Его бытие отличается от других, противоположно их существованию. Но существование атомов тоже чудодейственно. И поэтому никогда Господь не будет таким, как Его слуги. И никогда слуги не будут такими, как Господь. Мы являемся слугами от предвечности до вечности, и мы почтены быть слугами. Аллах создает слуг и облачает их так, как пожелает. Если вы видите, что вы были облачены быть послушным слугой, будьте благодарны, что Он избрал вас для Своих благословений. Наша честь и совершенство в нашей возможности мыслить. Животные не могут думать, как думают люди. Возможность мыслить – большое благословение, данное Господом. Подумайте о себе и о своем отношении к Господу, об отношении всех созданий к своему Создателю, Господу Небес. Есть много всего, о чем можно думать, только думать о Его сущности воспрещается. Вам это не дано познать. Ведь это не могут сделать даже Аулия и печать пророков не могут. Он – первый и последний. Он был и Он есть. Никто не может достичь абсолютного знания Его божественности. Вы – слуги от начала и до конца. Слугам никак невозможно знать о своем султане, повелителе. Он – единственный, и у него бесчисленные слуги. Так на что вы претендуете? Вы – слуга и выполняете служение, и Он оказывает вам честь, но не думайте, что эта честь делает вас большим человеком. Все величие лишь для Него. Вы – слуга, и мы должны радоваться быть слугами. Наша честь – знать и заявлять о Его бесконечном величии. Вы можете молиться на протяжении тысячи миллионов веков. Не думайте, что вы вырастите. Поклонение всегда предписывает вам служение. Аллах дарует вам быть хорошим и послушным, но никогда слуга не достигнет Его величия. Это знание дает нам довольство, умиротворенность, счастье и свет, убирает зависть, а через зависть и ваши любые негативные черты, и ваше притворство быть кем-то или чем-то важным. Это знание также убирает вашу любовь к чему-либо другому, кроме Аллаха, убирает ваше невежество и открывает двери к божественному знанию, обучая вас служению. В наши дни отношение мусульман к религии подобно отношению торговцев – давать и получать. Они не понимают, что они – ничто, а абсолютное величие, лишь для Господа. Если бы они это знали, то постыдились бы что-то просить у него. Аллах велит слугам просить от него, так как они – слуги, и если он даст разрешение, не просите дешевое. Все, что исходит от творения – дешево. Харун-ар-Рашид был сильным халифом, завоевавшим в Востоке-Запад, и, как было заведено у султанов, он всегда консультировался у мудрецов. Был один такой мудрый человек, и взор султана всегда был обращен к нему, так что остальные, кто присоединялся к его собранию, завидовали. Султан знал это, и потому однажды, когда все они собрались в его присутствии, сказал, «О, друзья мои, я дарую вам брать все, что пожелаете из моего дворца». И все побежали, сломя голову, набрать все, что можно. Только тот человек никуда не побежал. «Почему же ты не возьмешь ничего?» – спросил его султан. «О, мой султан, мой выбор – это ты». Он был самым мудрым и выбрал султана, который почтил его среди остальных. Мы, глупцы, выбираем эту жизнь или просим наград, вместо того, чтобы желать его, нашего Господа. Потому пророк, саллиллаху алию саляма, учил своих сподвижников желать лишь Аллаха. Он сказал, «Я знаю, что моя нация не вернется к уфру неверию, но я опасаюсь за то, что они могут избрать этот мир». Лишь немногие выбирают Господа. Желайте Аллаха, и вы достигнете и обретете любое довольство и совершенное благо. Вы будете победителем, ничто не навредит вам, и вы будете вечно в раю. Ваш взор достигнет небес. Подобно человеку, надевающему красные очки и видящему все в красном свете, тот, кто выбирает Аллаха, будет видеть всех людей как людей рая, а не как уродливых фигур этой жизни.